что-то как начать о чем поговорим политика история войны давайте давайте вопрос кто виноват войне россии или украина война где кто виноват войне россии или украина война война хотя бы одну назовите успокоился я не даже не я заметил это так говорят только спокойные люди согласен в украине чего то виноват войне россии или украины так давайте мне факты где предъявлена война против россии не против украины пусть будет так давайте мне документы где документы что война идет третья гаагская конвенция 1907 года 907 года идет война против нет россии попросил документы на третья гаагская конвенция обычаи правила объявления войны полномасштабно развязано 26 до февраля двадцатого года федерации факты объявленная война третья гаагская конвенция 1907 года правила объявления его года рожди 907 года или два тысячи девятьсот седьмого так это документ который объясняет таким образом объявляется война а ну сейчас должно быть какой-то документ что что война началась до заявления вашего президента 24 февраля 22 года а мне было слово война третья гаагская конвенция 1907 года объясняет каким образом ты мне вот сейчас предоставь еще раз согласно третьей гаагской конвенции 1907 года помолчи я тебе отвечаю ну типа на 0 если ты хочешь услышать ответа я наконец-то спустя минуту понял что тебе нужно разживать что ты не соображаешь ничего я нормально человек согласно третий гаагской конвенции вот 1907 года об объявле о правилах объявления войны первая статья гласит что в войну нужно объявить либо напрямую заявив о том что идет объявление войны либо недвусмысленно намекнуть о начале боевых действий и объявить это также публично из а привести в государство на которое нападаешь 24 февраля 22 года учет и открываешь вот я же тебя отвечаешь ты будешь ты шли так я еще будешь одновременно цена говорить не поймешь на те говорю согласно заявлению моего президента 24 февраля 22 года на сайте президента российской федерации это заявление размещено он объявляет так называемую специально военную операцию согласно 3 гаагской конвенции 1907 года это считается как объявление войны и плюс мировое сообщество 2 марта 22 года также подтверждает что это является войной пожалуйста вот тебе три документа можно тебе поговорить о чем ну ты мизу ключу о чем ты будешь говорить в украине объявлялась война да когда что-то статья об обороне военное время начинается сначала фактически боевых действий у вас людей почему сажают мы часачем поколения будем мы говорим об обновении войны мы объявления в войне разобрались и обменρά что мы об объявление войны разобрались Давай разбираться, если ты не понял, давай разбираться. Разбираться будешь ты потом. Да что ты подгорел, все нормально. Я не подгорел, мне вообще. А, так общаются только спокойные люди, согласен. У вас страна вот так вот скупает. По причине того, что Россия объявила войну и второго, все верно. Ты зачем-то интересовался этим. Я про то, что у вас людей забирают просто так с улицы. Не просто так. Просто так. Не просто так. Просто так. Чувак, просто бежим, а его... Просто согласно тому, что в Украине объявлено военное время, в Украине объявлено военное положение, в Украине объявлено всеобщая мобилизация, у нас отменена срочная служба в связи с военным положением, и согласно 65 статье Конституции Украины, защита отечества и независимости от территориальной целостности есть обяз... обязанности каждого гражданина Украины. Поэтому не просто так. Пусть не получится съехать. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, мужчина. О чем общаетесь? Да просто. О том, о чем. Обо всем. Кто виноват в войне, Россия или Украина? В какой войне? В развязанной России. Подождите, Россия не объявляла войну? Объявляла. Объявляла. Нет. Войну нет. Объявляла. Нет. Что согласно международному праву считается объявлением войны? Подождите мне на статью, закон, резолюцию. Ну, это юридически. Это юридически. Ну, если это юридически, значит, есть определение правил порядка объявления войны. Понятно. Можете заслаться мне на закон. Я могу, а вы? Объявления войны я ни разу не слышал, чтобы Россия объявила войну Украины. Ну, то есть, получается, Великой Отечественной не было никогда? Причем здесь мы сейчас про Украину говорим. Ну, я провожу пример. Просто немцы же тоже не объявляли Советскому Союзу войну. Помните, 4 утра без объявления войны. Да, без объявления войны. Немецкие войска. Немецкие войска, да, да, это я слышал. То есть, получается, Великой Отечественной не было, это фейк. Была операция План Барбаросса. Гитлер же объявил План Барбаросса. Значит, войны не было. Ну, так наши же говорили же, без объявления войны. Ну, да, значит, войны не было. Если не было объявления войны, то какого черта это называлось войной? Ну, потому что шла 4 года, может быть. И что? Это идет два с половиной, уже почти три. И? И? Без него идет, да. Нет, война. Специальная война-операция. Совершитесь сми на федеральный закон, который объясняет, что такое специальная война-операция. Смотрите. Куда? У... 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 У НАТО. У НАТО. В Ираке была война или операция? В Ираке была война. Нет. У них... Процесс... 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 Любая военная операция масштабная означает войну. То же самое, то же самое. В Афганистане никто никому войну не объявлял, но тем не менее это война была. То же самое во Вьетнаме, когда Вьетнам с Виткором воевал, войну никто никому не объявлял, но тем не менее это была война. Поэтому еще раз, поэтому еще раз я задаю вопрос. Если вы считаете, что не было объявления войны, сошлитесь мне, пожалуйста, на конвенцию, резолюцию, которая определяет, которая я. И надо меня перебивать. Которая объявляет, которая объясняет мне... Не, дело не в том, что я важный или не важный. Дело в том, что когда мне пытаются что-то доказать... Вот так вот, я... Я, короче, не считаю это войной. Он либо разбирался в международном праве и может такое заявлять мне. Значит, он разбирался... Если он разбирался, значит, он разбирается в международном праве лучше, чем я. Потому что я-то изучал международные законы и конвенции, и резолюции, поэтому знаю, что это война. Либо он обычный, который просто читает ТАСС или какую-нибудь хуйню из каких-то российских блогерков и ничем в жизни не интересуется и просто работает по накатанной, как обычная война, питанная пропагандой. Поэтому я тебе задаю вопрос. Вот у меня, по сути, для тебя два вопроса. Если ты не считаешь это войной, назови мне конвенцию, резолюцию или статью порядок объявления войны. Раз. И второе, назови мне федеральный закон о том, что такое специальная военная операция. Потому что... Потому что... Есть статья Конституции Российской Федерации, которая объясняет... Это статья 90-ая, которая говорит, что указы распоряжения президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Соответственно, если это указ Путина о названии специальной военной операции, должен быть федеральный закон о военной операции. Также, если ты не считаешь это войной, а война, это, как я правильно сказал, юридическая процедура, объявление, то, соответственно, сошлись мне на закон об объявлении войны. К примеру, там, на ваш, на международный закон какой-нибудь. Вот, два простых вопроса, по сути. Я точно могу тебе их назвать. Ты все сказал? Ну, я... Залейте вопрос, на который я могу ответить, а ты не можешь. Потому что ты виляешь ж... Мне не надо отвечать на твои глупые вопросы. Потому что ты не знаешь, я же сказал. Обычно... Когда вы объясняете, я тебе как обычному... Который не знает. Который, как всегда, вышел в рулетку и пытается что-то тут повыграть. Объявление войны считается. Объявление о начале военных действий, либо прямом объявлении войны. Это еще придумано было в 1907 году. Объявление о так называемой специальной военной операции, согласно международному договору, считается объявлением войны. Также, 61-й федеральный закон об обороне Российской Федерации гласит 18-я статья о том, что военное время начинается с начала фактических военных действий. Как только начались военные действия, соответственно, началась война. И также закон об обороне Украины, 4-я статья, гласит, что военное время начинается с начала фактических военных действий. Что также обозначает, что уже началась война. Также есть международная резолюция 33-14-47 года, которая также объясняет, что ввод войск на территорию чужого государства своих без согласия последнего, также называется войной, и что это является вторжением, независимо от того, есть юридическое объявление войны или нет юридического. Собственно говоря, резолюция 33-14 объясняет, что чтобы это считалось войной, не обязательно ее объявление. Она, по сути, перечеркивает конвенцию 1907 года. Но, тем не менее, это все равно сохраняется. Здесь подходит как конвенция 1907 года о том, что была война объявлена, как и резолюция 33-14, которая объясняет, что не нужно объявлять войну, чтобы это было войной. У него хоть что-то... Ну и молодец. Ай, держи бузьку. Привет. Крапст. Как дела? Нормально, о чем поговорим? Можно спросить твоего мнения по некоторым вопросам? Не знаю. Мы только покидим. Ну, например, как ты думаешь, чем закончится вооруженный конфликт наших стран? Ты про войну? Да, да. Конкретнее, что значит чем? Ну, будут ли переговоры осенью, про которые все вообще общаются? Без понятия, чувак. Скорее всего, нет. Потому что Россия об этом не общается. Россия вышла из первого процесса. Получается, дальше будем... Да? Ты против? Как ты думаешь? Я не знаю. Как ты думаешь, вооруженным методом получится ли Украине освободить свою территорию? Только так и получится. Так людей-то меньше. По математике не сходится, понимаешь? Сходится. Война не 20 века. 21. Это раз. Во-вторых, если бы все было так гладко в Российской Федерации, она бы не размещала на своей границе срочников, значит, у них не хватает военных. А поскольку вы после объявления о мобилизации в 22-м году заметили, что у вас оттоп населения в 10 миллионов, а это можно посмотреть по переписи населения вашей, собственно говоря, потому что согласно вашей переписи, у вас было 147 миллионов в 21-м году, а 24-м у вас 146, с учетом того, что вы добавили себе 4 области и приплюсовали, согласно вашим оценкам, плюс 9 миллионов, то вы новую мобилизацию боитесь объявить. Вместо этого вы увеличиваете единоразовые выплаты, чтобы заманить себе солдат. И плюс компенсируете срочниками, которые у вас каждый год набираются. А у нас отмена призыва на сношную службу. Поэтому у нас просто всеобщая мобилизация. Поэтому по математике все прекрасно как раз сходится. Плюс ко всему, и согласно статистике потерь, по тому же самому Ориксу, согласно тем же самым данным ОСИ, согласно тем же самым данным американской разведки, соотношение как раз на вашей стороне. Если бы все было так, то тогда бы у вас бы, наверное, не паковали бы людей на улицах. Так происходит в каждой стране, в которой идет военное положение. И те, я открою страшно давно, в Израиле то же самое происходило постоянно, когда у них велась война. И которая, тем не менее, выиграла гораздо меньшим количеством людей. Они буквально окружены были с самого начала 48-го года арабами, которые были против них негативно настроены. Сравнив численность израильтян и численность, собственно говоря, арабских стран, которые вокруг они, и они прекрасно выдержали, и выиграли, и наоборот расширяет территорию. А тот факт, что сильно очень Украина зависит от западной помощи. Так и Израиль тоже же был зависим. Все страны, на которых окружили и нападали, они зависимы. Советский Союз был зависим во Вторую мировую от западной помощи. А ты не думаешь о том, что она может закончиться когда-нибудь? Нет, это российские мечты. Ну, просто дело в том, что это же очень много денег. Это немного денег. Не знаю. Среднее соотношение военной помощи всех стран, всех стран, среднее, если взять, соотношение по их внутреннюю валовую продукту, это 0,7%. Это 0,7% помощь всех стран. От всего их, по сути, ВВП. То есть, берем их общую стоимость товаров и услуг, которые они производят внутри государства, в том числе в это все считаются и военно-промышленные комплексы, и это 0,7%. То есть, ты позитивно смотришь на дальнейший, так сказать, военный конфликт этот? Я не могу позитивно смотреть на войну. Но ты, я так понял, потому что ты уверен в победе Украины и возврату с территорий. Естественно. 91-го года, правильно? Естественно. Нет, зачем 91-го? Ну, понятно. 2013-го. 2013-го. Ну, просто мне честно, честно, вот тебе скажу. Иерудически 2003-го, потому что договор о государственных границах у нас был в 2003-м году. Мне просто в это не верится. За счет чего получится это сделать? За счет всего, что мы с тобой сейчас обсудили. Знаешь, Черчилль такую фразу, когда ты сказал во время Второй мировой. Один из героев Второй мировой. Сталин, Черчилль, Рузвель. Нельзя перевести переговоры со Львом, пока у тебя, пока твоя голова в его паще. Пасть. Россия хотела вести переговоры, пока голова Украины была в ее, в ее зубах. Когда Украина высунула голову с ее зубов, Россия больше не хочет вести переговоры. Как думаешь, почему? Слушай, я не знаю. Я не руководитель. Если бы Россия так уверена была в том, что у нее сейчас идет преимущество, то не кажется ли тебе, что она бы сейчас в открытую не заявляла, что мы приостанавливаем заявление о том, что мы готовы к переговорам? Мне кажется, наоборот, что не хотят переговориться, потому что получше стало все немножко. Нет? Не хотят переговориться. То есть, как только у вас с Курской Народной Республикой пришли какие-то непонятные движения, вы сразу... Это обозначает, что стало получше. Я тебя понял. Критическое мышление у тебя работает. Я думаю, нет. Я думаю, что Курская история закончится выводом украинских войск оттуда. Конечно же, закончится выводом того, чего там нет. Конечно, закончится. Рано или поздно все выведут войска с территории, которая им принадлежит. Россия выведет войска с территории, которые ей не принадлежат. Украина выведет войска с территории, которые ей не принадлежат. Все выведут. И вернемся к границам, которые были закреплены в Хельсинских соглашениях и Международной Европейской Организации ОБСЕ. Вернемся все к этим границам. А ты не боишься, что если будет продолжаться война еще больше, то Украина просто до последнего украинца будет воевать? Ну, это же нетравильно. потерять всех людей какой ужас значит получается россия готова у всех украинцев и получается наше мнение о том что вы на стану подтверждается так нет почему тогда но если россия готова воевать до последнего украинца соответствии с этим они готовы потерять очень много количества людей соответствии с этим они готовы пиратовать как минимум одну треть своего населения и около 40 миллионов соответствует государства и соответствует сеть и соответствии с этим ты тоже туда пойдешь это же за двухсотишься ну ты же понимаю что если украина будет до последнего то соответствие с этим посмотрев на соотношение потерь обеих сторон то тебе тоже придется пойти и соответствии с этим шансы чтоб ты там и что же увеличивается поэтому тут скорее вопрос заинтересован ли ты в этом чтобы твое государство решила продолжать потому что так или иначе в любом раскладе как бы это все не завершилось ты туда тоже пойдешь есть это все затянется и я туда пойду только в отличие от тебя я знаю за что я пойду а за что я за свое государство на которое напал агрессор а ты за что вот видишь вот и все слушай вот я общаюсь с украинцами здесь все очень сильно рассудительные люди как бы а я общаюсь с россиянами и все вас у нам очень сильно но не сказал бы вот познать почему россияне по твоему не считают что и нас идет война потому что она не объявлена объявлена ты хотя бы один международный закон читал чтобы такое заявлять между между германией советским союзом была война вопрос другой война была конечно было такое объявление не было вот формальность эти откроются же тайнуш война считается объявлением также когда ты объявляешь против какого-то государства военной операции только тебя еще также открою страшную тайну ваш президент нарушил конституцию российской федерации объявив так называемое слово потому что он им не имеет права ничего объявлять что не прописано в конституции либо федеральных законах хочу назвать конституции россии который нарушил да не надо верю хорошо если что 93 пункт согласно вашим также вас согласно даже вашим федеральным законом 61 18 пункту идет военное время у вас на территории согласно нашим законам об обороне статьи 4 идет военное время на нашей территории согласно международным законам объявление войны не обязательно согласно последним и закону о 20-х годов то есть 74 а согласно более ранее начала 20 века объявление войны считается как объявление конкретной войны так и непосредственно объявление какой об целом начале военных действий поэтому вьетнам афганистан сирия ирак все это считается объявление войны на территории израиля войну уже давно никто не объявляет до сих пор идет война либия тоже война которую никто не объявляю чечня это также война первая вторая чеченская компания это война по с независимым государством которое вы захватили так получается тогда и когда украина с донецкой луганской области воевали это тоже война да с россией все верно они типа захотели как бы независимости никто не хотел независимости а если кто-то и хотел это подходит под категорию сепаратизма ну вот это не считается войной когда у тебя на территории есть в объявились сепаратисты которые поднимают флаг другого государства это обычные сепаратисты война это если война это если она в чечне нет чечня не подписывая федеральный закон наступление российской федерации у вас девяносто втором году республики подписывали федеральный закон и чечня не подписывала она не входила состав российской федерации федерации